Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не получается встретить свою настоящую взаимную любовь? Что мне нужно сделать, чтобы это изменить и ее встретить? Ну, для начала надо бы посмотреть на то, как вы это делаете. То есть, как вы стараетесь встретить свою настоящую взаимную любовь. Второе, на что нужно обратить внимание, это то, что вам хочется это самую взаимную любовь встретить, что говорит о том, что вы нуждаетесь в любви. И что говорит о том, что, вероятно, себя вы как раз таки любите не очень. Если вы себя не любите, то вы пытаетесь за счет другого человека это компенсировать. Но, как бы другой человек вас не любил бы, вы все равно в той или иной степени будете нуждаться в любви. Потому что, как бы, чувство любви к себе проявляется в собственной активности, а не в пассивности. Не в принятии, как бы, любви другого человека. Поэтому, если вы хотите любить, то, вероятно, вы не позволяете себе любить, не позволяете себе проявлять эту самую любовь. Вот, 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 как-то так. Поэтому, я думаю, что, в первую очередь, вам нужно обратить внимание на это. А дальше уже, как бы, смотреть на то, что вы делаете. Вот, вот, и как, то есть, как вы себя, ну, позиционируете, да? Вот, вот. И так далее. В тот момент можно и нужно исследовать. И тогда, я думаю, у вас все будет хорошо в этом смысле. То есть, очень важно, очень важно, чтобы вы, любовь, не идеализировали. Так, как вы это делаете сейчас. Потому что, сейчас вы, вероятно, мечтаете о любви. Вот, вы мечтаете о ней и представляете, как вам будет хорошо. Вот, значит, ну, грубо говоря, когда вы встретите свою любовь. Ну, лично я думаю, что вас может, в принципе, ждать довольно серьезное разочарование. Вот, как мне кажется, если вы, ну, мечтаете о чем-то. И может же, в принципе, вас останавливать от того, чтобы замечать в себе некие такие вот позитивные, да? Направленные на человека, направленные на человека, тенденции, чувства. То есть, ну, вот, в какой-то степени, да, получается, что мечтая о чем-то таком идеальном, да, мечтая о, вероятно, возвышенной любви, да? Вот, вот, мечтая о, собственно, той же взаимной любви, вот, вы в этом смысле... делаете себе хуйню, вот, ну, то есть, избегаете, получается, таким образом отношений, да? Вот, ну, с людьми, такие вот, таким, ну, таких отношений, как бы настоящих, настоящих. Вот. Пребываете в фантазиях. И если это так, то здесь может быть немножко другая ситуация. Здесь может быть ситуация такая, что вы, на самом деле, боитесь сближения, ну, психоэмоционального сближения боитесь, потому что есть страх, ну, например, отвержения. Вот. Или оценки, вот. Или чего-то еще, да? Тут, ну, опять же, нужно смотреть. Вот. Вот. Но, в любом случае, главное, на что вам нужно обратить внимание, это то, из чего вытекает ваша потребность, любовь, собственно говоря, найти. Такой статус, вот, как вы к этому приходите, а, ну, вот, чего вам не достает, чего вам не хватает. Вот. Потому что, этот факт, факт того, что вам чего-то не хватает, на мой взгляд, совершенно очевиден. Ну, вот, нужно с этим разбираться. Нужно это исследовать. И, когда будет, значит, произведен анализ, когда и если он будет произведен, я думаю, что вы сможете свое поведение подкорректировать так, чтобы, ну, вот, собственно говоря, добиться каких-то результатов. Добиться, ну, прийти к чему-то. Только, вот, не нужно думать, что вы придете к тем результатам, которых ожидается. Вот. Я думаю, что результат для вас может быть весьма и весьма неожиданным. Вот. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулапы для психотерапии. Вот. Продолжение следует... Обращайтесь за помощь всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...